В новом составе парламента много, в том числе, педагогов с солидным стажем, да и представителей других профессий. Ну вот на сегодняшний день уже я фактически освободил кабинет, уже вещи все свои собрал, конечно, так немножко переживаю. Остался здесь фактически один рабочий день. С 11 числа начинается первая сессия. Замглаву столичного ЦУМа коллектив провожал в парламент тихо и по-семейному, без телекамер. Мы напросились на интервью после, чтобы узнать, как это, спустя четверть века, в родном коллективе уйти в законодатели и какие инициативы приоритетные. Алексей Сокол признается, уходить сложно, хотя профиль надеется сохранить. Это борьба с монополизмом, со взвинчиванием цен и тарифов и актуальный сегодня контроль в виртуальной торговле, чтобы через интернет-прилавки детей не подсаживали на алкоголь и табак. Я, конечно, высказываюсь против этого, понимаете, потому что, во-первых, у меня сыну 20 лет, понимаете, я тоже с полной ответственностью подхожу к этим вопросам. Невозможно идентифицировать, понимаете, через интернет возрастную категорию гражданина, который приобретает товар. Это условно, понимаете, поэтому не должно это быть. Должна быть торговля данными видами продукции прозрачной. Внушительное лобби в новом парламенте у медицины. Опытный врач-депутат Дмитрий Шевцов рассчитывает уже в новом созыве продвинуть свою главную идею – отцовский отпуск, чтобы у малышей с первых дней жизни рядом были оба родителя. А у женщин – опора в самый сложный момент для любой семьи. Есть и еще одна незавершенка – закон о качестве и безопасности продовольственного сырья. Это тоже очень важный момент, потому что чем питается Беларусь, оттого и будет зависеть его здоровье. Это безусловно так. Мы сейчас вот уже сразу с первых дней с головой погрузимся в работу. В условную фракцию медиков в новом парламенте войдет и профессор-онколог Олег Суконко. У нас же будет, я понимаю, целая секция наша, которая будет заниматься социальной политикой, медициной, образованием. 40 лет в неравной схватке с раковыми болезнями. Часто, когда пациенту уже невозможно помочь. В палате представителей профессор рассчитывает нанести онкологии упреждающий удар. Законодательно ввести в Беларуси скрининг – это раннее диагностирование. Чтобы вместо профилактических осмотров, в некотором смысле формальных, перейти на более современные методы, в частности, выявление ранних стадиях и рака, в том числе и профилактика кардиологических заболеваний. Есть в медицинской фракции и хирург с четвертьевековым стажем, глава РНПЦ и главный внештатный лор Минздрава – Людмила Макарина-Кибак. Одна из задач на депутатскую каденцию – объединить весь социальный блок, чтобы дети, которым вернулись слух, поддерживались и в системе образования, и в дальнейшей карьере. Мы оказываем помощь глухим детям. И вначале, когда мы их обследуем и хирургически лечим, это только чисто медицинский аспект. А когда мы далее начинаем сопровождать этих деток, это уже межведомственный аспект. Это уже и Министерство образования, и Министерство труда и социальной защиты. Мы должны отслеживать, как они жизнь свою проводят, где они обучаются, где они потом работают. Это очень важно. Кстати, все депутаты, с которыми мы успели пообщаться накануне нового парламентского сезона, отметили, насколько важно было присутствие президента в овальном зале. Это ведь не только глубокий анализ нынешних вызовов и целей. Это и психологическая поддержка нового состава. Инвестиция в их будущую активность. Как депутат в прошлом, лидер знает, насколько это важно. Очень доверительна была беседа, можно даже сказать. Он высказал свои мысли по наиболее острым проблемам, которые волнуют и всех людей, и нас, как законодателей. Потому что по всем аспектам, которые обозначал глава государства, в работе находятся законопроекты. И услышать из первых уст мнение, мнение обоснованное, это крайне важно. Не посягая на базовый для любой демократии принцип разделения властей, президент в овальном зале призвал к единству во имя главной цели – защите прав и интересов человека. Ведь власть в современном мире лишь тогда остается демократической, когда любое свое движение совершает с оглядкой на благополучие народа. В главном эфире Андрей Кривошеев, Вероника Бута, Ксения Рапчинская и Алексей Адашкин.